Боже, откройте! А! Чёрт! Боже, он побежал как скотина! Закрой двери! Всем море приветов, друзья, и гости, конечно, моего канала Нептуна здесь. Я Виталий. Продолжаю приходить дальше игрушку Under. Depths of Fear. Да? Глубины. Страха. Значит, ну, о чём это, по сути, игра? Она, скорее всего, больше абстрактная. Мы играем за ветерана Первой мировой войны, некого Александра, доктора. Почему-то мы оказались здесь, на тонучем корабле. Мы ничего не помним о своём прошлом и находим разные подозрительные записки и обрывки переговоров о каком-то отряде, в котором чел был ранен в голову железным прутом. Возможно, это наш герой. И что-то произошло. Почему-то он видит здесь, на этом корабле, призраки умерших солдат. Очень страшных. Они как будто ему мстят. Возможно, я так подумал, это не факт пока ещё, но я почему-то так думаю, что наш герой совершил что-то в прошлом ужасное. Возможно, из-за него погибли его, ну, получается, друзья-соратники по отряду. И всё это некое чистилище или его личный ад, где его все пытают. Вот где-то здесь мы вчера и остановились. И тут кругом опасность. Идём, 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 не тупим. Игра немножко темноватая, к тому же ещё такой... Чё это нахер? Какого хрена такая страшная? Ты что? Что ты такое? Воу! Да это было крипово, да. Со стороны как будто что-то в плаще стояло довольно жуткого типа вида, да? Умеют же разработчики нагнать немножко атмосферы. Так, вот думаю, что... Только хотел сказать, что двери открывать, наверное, бесполезно из-за большого потока воды. Так. Ключи. От комнаты. От какой? Непонятно. Так, а чё? Предохранителя, видимо, не хватает. Окей. Будем искать. Чё за верёвки? Предохранителя, блин. Так, есть ящик. Можно его двигать? О, подожди. Что это? Лифт. Нет электроэнергии. Хм. А вот и маска, которая меня напугала. Так, допустим. А он может по ним лезть, нет? Или как? Чё он так взлетел странно? Ладно. Видимо, нам нужно этим ключом, короче, что-то открыть. Только я без понятия, какая именно дверь была закрыта. Вот это постепенно наполняется. Сейчас я утону. О. Предохранитель. Он только один здесь был? Чёрт, я уже ничего не вижу. Я уже... Я уже тону. Без пяти минут утонул. Погоди. Всё. Поставил. Теперь нужно использовать лифт, да? Е-е-е. Давай, поднимай меня. Чё, ты понимаешь? О, поднимает, да. Ху, чуть не утонул, ёлки-палки. Буквально в последнюю секунду всё сделал. У меня всего лишь две спички осталось. Это довольно скверный знак. О, какой красивый... Понятно. Какой красивый коридор. Видимо, я из этих... Более дешманских коридоров убежал. Более-менее нормальный. Вентилятор. Ты мне на голову не свалишься? Сейчас такой... Опа, обезаглавит. Не дай бог. Хм. Очень много дверей. И, по-моему, где-то вдалеке играет музыка. Офигеть. Такая маленькая каюта. Это чё, для бедняков или как? Или это сауна? Всё две скамеечки и больше ничего нет. А вот это я, пожалуй, заберу. Спички. Наконец-то мне теперь больше их немножечко стало. Так, ещё одно воспоминание. Я, кстати, проверял в менюшке. Их посмотреть нельзя. Там только подсчёт, сколько всего воспоминаний я нашёл. Окей. Активируем спички. Когда вырубается свет, вход идёт спичкой. А чё? Ключи. От двери. От какой-то. Как будто какое-то дыхание, да? Что? Эй, камон. Занято. Занято. Ищите себе другой толчок. Нужен ключ. Выдавая охраня... Ой. Боже, мне пролагало только что. Без понятия, что это всё было. Походу, дело нашего героя вообще... Большие беды с башкой. Ага. Заперто. Второй класс Beyond VTD. Не знаю, что это значит. Наверное, мне нет сюда. Так, тумбочка. Открывайте! Я хочу узнать, что произошло со мной в прошлом. О, VTD. Только номер один. Так, это рубильник. Пусть им я его активировал. А те листочки раньше здесь лежали? Это, наверное, ту дверь открыл, да, большую? Ну, блин, это же... Это же два. Второй класс. Странно, конечно. Окей. Заперты. Пацаны. По-моему, это кто-то есть. Там кто-то есть. Эй, братиш! Ты же меня не убьёшь, да? Чёрт, мне нужно туда. Это высокий, тонкий чел. Страшный. О, боже. Откройте. А! Чёрт! Боже! Он побежал, как скотина! Закрой двери! Не трогай меня! Да чё это было, нахер? А куда нужно было тут бежать? Так, тихо, 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 надо подумать. Тут только одна дверь открытая, мне явно туда, но вот там что делать-то? Там что, блин, делать? Боже! О, подожди! А её можно было закрыть? А чё вы молчали? Он же не сможет её взломать. Может, он ещё шкафом при этом притаранить? Чёрт, 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 чёрт. Что значит, нужно ключ? Где вам я его высеру? Высеру ключик. Может, присесть? Может, ключик где-нибудь под диваном? Так, не напрягает, что он вообще ничего не там не стучит. Всё? Он скомандовался? Боже! Плюха там скребётся, меня пугает! Ну и допустим. И что? Что вы от меня хотите? Что это должно... О! Тут что-то было, подожди. Ящик. Можно ящики удавать. Нифига себе, вот ключик. Так, тут тоже запираем двери. Ай, хитёр! Занято! Я говорю, не пущу посрать. А эту дверь он не может запирать почему-то. Я говорю, занято. Пожалуйста, пойди прочь. А чё он стучит? Взял бы да выломал двери. Он же может что-то сделать. Там вижу шахту. Которую, походу, дело нельзя никак открыть. Да он запарил стучать. Это как минимум крипово. Так, запертая. Так. О! В принципе, я знал заранее. Может быть, там куча спичек можно было бы найти. По-моему, кто-то идёт. Всё, запер. Вот реально он там прошёл. Вот теперь он сюда стучит. Что? Помните, говорит меня, мистер доктор? Я кричал, я кричал. А ты, типа, стоял на месте, наверное, ничего не делал, да? Ну, извини, блин. Может, я был парализован. Пойдём бежать. Чё искать? Где? Ой. Чё это? Он сдвинул кровать? Как? Ну, раз эту кровать он сдвигал, значит, возможно... Можно этой кроватью? Обломись! Обломись! Всё, он теперь не сможет себя проникнуть. Я забаррикадировался. У меня теперь другая проблема. Куда мне убежать? Распятие, возьми его! Тут, в принципе, есть шахта небольшая. О! Вон оно как! Он будет долбиться или нет? Просто не знаю, где он. Тихо. Он же ушёл? Кукусики! Вроде бы его нет. Так, куда бежать? Так, давайте вернёмся обратно. Ага. Вот он здесь стоял. Соответственно, нам пойти... Сюда? Но здесь темно. Здесь до жопы темно. Нам сюда не нужно. Вот эти вот звуки, знаете, реально стрёмные. Так, это что, какой-то, видимо, мидпункт? Перевалочно. Давайте мы спички поиспользуем. Я, кстати, спички нашёл, так что... Можно немножко их потратить. Чтобы хоть как-то лучше всё рассмотреть. Может быть, я ещё и новые найду спички. Тогда будет вообще замечательно. Нам не нужно будет... Мучить себя. Так. Пациент 23. Чё-то там связано с грудью, да, видимо? Оперировали его на грудь. 23. Это вот здесь. Ну и чё? Для чего я сюда пришёл? Может, какие ключи найти? Народ! Что это? Замок, подожди. Может быть, нужно 23 ввести? Как использовать? Так, подожди, подожди. Где-то здесь подскалочка должна быть, скорее всего. Какая именно комбинация? Скорее всего, здесь. С-23. 20. Ну, в принципе, тут ничего трудного не было. Просто каждую цифру по очереди можно нажимать. Да и всё. 20. Бедный чап. Чё там? Подожди. Так, бедный чап какой-то. Другая жизнь Взята. Ковард. Ковард. Что такое ковард? Трус, да? Ковард, вот как трус переводится. Или предатель. Нет, предатель это Трейтер. Ковард, по-моему, трус. Там кто-то порычал. Так, так. Куда бежать? Меня же не убьют? Так, бежим. Вот, дверь открылась. Вперёд. Заперты. Я хочу докопаться до истины. Хочу узнать, что же здесь, блин, с моим героем происходит. Это чё, морг? Куча дверей, непонятные. Дверцы на стенах. Реально, как будто там лежат тела. Всё это что значит? Так, тут заперто. Очередная записочка. Что это? Сертификат смерти. Ну, то есть, видимо, свидетельство о смерти, да? Так. А на чё имя? Что тут можно разобрать? М93 сверху написаны. Но разобрать толком ничего нельзя. Это чё? Платон. Секция 3. Ага. 4. То есть, секшен 3, потом 8 и 4. Блин, это тут, походу, дело нужно что-то нажимать. О, это же этот император наш. Тут ещё изображён какой-то на стене вот стеллаж. Стрелочка влево. Подозрительно. Ключи от двери. Замечательно. Стеллаж какого-то? Может, его нужно подвинуть? Ээээ, не могу. Походил не этот стеллаж. Ключи оттуда? Не отсюда. Отсюда? Да, ты чего от ключи? Немножко напрягает, когда я нахожу ключи, но не знаю где. Это какой-то двери грёбаные они являются. Так, не здесь-то. Я вообще в начало пришёл. Так. Мне нужно какой-то стеллаж, видимо, отодвинуть. Из этих? Я чувствую себя глупо. О, а что это на дверь открылось? Странно. А, ключные роты, эти двери просто. Вот и всё. Так, эту решётку убрать нельзя. Некоторые можно, некоторые нельзя. Ну-ка. Я его запустил, но он почему-то играет очень тихо. Точнее, он вообще не играет. Вот это нужно. Нужно, наверное, двигать. Точно, вижу, вижу, вижу. Так, вон снизу можно что-то подобрать. Что это? Так, зачем ты использовал спичку, чувак? Я взял пластинку. Так. И почему-то здесь нельзя открыть шкафчики. Хотя в некоторых почему-то можно. Поемы для них. Угу. Тут темно. Осталось. Так, а куда бежать-то? Заживись, там, по-моему, кто-то меня поджидает. А! Боже! Ты что так делаешь? А! Что это было? Вау! Вы это видали, блин? Что за гребаные руки? И куда мне теперь топать? Я что-то как... Такое ощущение, что я что-то, блин, оживил, да? А, мне, наверное, туда и нужно. Все, у меня осталась одна спичка, гребаная. Это плохо. Что это? Окопы? Опять какой-то флешбэк, походу, делаю. Так. Так. Как я понял, они обсуждают какую-то операцию и, возможно, атаку. И он, видимо, направляет свой отряд, дает им каждому определенное задание. Да, боже. Как же это стрёмно неудобно сделали, что они... Спичка на правой кнопке мышки. Я по привычке нажимаю на нее тоже, когда нажимаю использовать. Я не совсем понял, там как-то голова поднялась. Было стрёмно. Я просто не знаю, где использовать, поэтому нажимаю левую и правую кнопку мышки. Из-за этого я нечаянно зажигаю спичку. Куда бежать? Тут темнота до жопы, ничего не видно. Ну вот, и как я буду без спички играть? Обратно топать? Ну да. Откройте мне другую дверь тогда. О! Your turn. Твой черед, типа, да? Допустим, я куда-то пролезаю. Идем дальше по сюжету. Блин, жалко, что я так хреново Энгли же знаю. Очень плохо. Не понимаю, о чем они говорят. Ну, как бы я понимаю обрывки фразы, но... Это явно недостаточно. Револьвер. Ну, что у тебя... Вау! А сколько патронов у меня? Есть такое понятие, как патроны? Или это бесконечные? Ну, с одной стороны, вроде как хорошо, я чувствую себя уже не так беззащитно. Еще и спички появились, но вроде неплохо. Живем пока, потихоньку. Что это? Спрячьтесь, что? Под кроватью. Да тут темно. Вау! Как меня бесит, что они делают такую темноту внезапно. ничего не говорят. Ну, вы, елки-палки, хоть какой-то источник света-то оставьте. Мрази. Так. Давай, сраные спички, ублюдок. Хотя, зачем я сейчас зажег, если я могу под кровать залезть? Под кроватью, я так понимаю, что я уже под кроватью. Все, да? Можно ли его застрелить? Вот в чем вопрос. Ну, я что-то как-то пока не хочу рисковать. Спичка у него, видите, огроменная, длинная такая. Охотничья. Почему она так быстро отухнет? Без понятия. Она тухнет, по-моему, даже быстрее, чем настоящая маленькая обычная спичка. Кухонная. Так. Так. Наверное, можно уже выходить. Ау-у-у-у. Господа офицеры. Офицеры. Ваше сердце под прицелом. Под моим. Ха-ха. Так. Тихо. О. Что, еще спички дадите, нет? А, ключи. От двери. От какой, опять же, не написанная. Скорее всего, если свет сейчас пропадет, мне нужно будет топать обратно под кровать. Возможно, это периодичность какая-то. А может быть, нет. О, похлебка. Что это? Бойлерум 412. Надо бы дело зафоткать. Ох, ощущение, что здесь, возможно, какие-то коды дверные, да? Сейчас, подождите, сейчас я зафоткаю это дело. На телефон. Так, давай речь. Все, зафоткал. Ага. Телефон кладу рядом. Рядом, чтобы это все не забыть, не пропустить. Опа, началось. Так, бежим. Под кровать. Под кровать. Ждем. Да, реально, он патрулирует. Как только свет вырывается, он начинает патрулировать по этим коридорам. На меня так просто не взять. Допустим. Бежим. Так, это я здесь был, да? Так, теперь нужно найти место, где вводить, видимо, эти пароли. О, спички. Мне как раз они уже кончались. Так, теперь у меня четыре, что, в общем-то, неплохо. Так, интересно, в толкании можно закрыться, нет? Так, по-моему, я здесь был, да? Боже. Что-то я не помню. Я только не понимаю, где я был, где я не был. Какой-то рюкзак. Так, а вот это хреново. Скорее всего, мне нужно что-то сделать на скорость, да? Так, на кой хрен я сюда пришел? Тут нет ничего, кроме какой-то сигареты. Лады. Будем думать. Заперты. Мне напрягает реально, что вода вот эта вот... Она, знаете, это как будто как таймер. Ага. Ой-ой-ой. Ой, а где кровать? Я пришел туда, вот где-то папироса была? Я не знаю. Может, он меня не заметит? А где там вообще можно было заныкаться? Блин, боже. О, меня поймали. Да где там кровати? Там кровати не было. Так, здесь он меня схватил, да? В темноте. Сейчас вода еще пойдет. О, пошла вода. Я только сейчас заметил, что оказывается дверь здесь можно было открыть. Вот здесь и вот они кровати. Где можно было отзываться? Ой-ой-ой. Это вовремя. Это вовремя. Тихо-тихо-тихо. Блин, у меня же есть пистолет. Я же могу просто пристрелить, как собаку под колодную, как пса сутулава. Но что-то мне подсказывает, что я ничего этим не добьюсь. Что он меня все равно повесит, блин. Что-то течет у меня подо мной. Течет что-то. Вода, походу, до сюда добралась. Давай, свет. Возвращайся. Темно. О. Так. Та-ра-па-пам. Везде занята. Та-ра-па-пам. Па-па-па-па-пам. Так. Тут у нас замок. Подожди. F-DEC-DININCRUM. Я, помните, записывал... Фоткал, точнее, пароли. F-DININCRUM. Написано 22. Так. О, подошло. Так, тихо-тихо-тихо. Реально какая-то столовая, походу, дело. Так, еще куча коридоров. Это что? Капитанский приказ. Все двери что-то там. Заперты. Код 28. Какой-то пароль где-то, короче, 28. Это что? Некоторые двери уничтожаются какими-то взрывными устройствами. О-о-о. Где? Черт. Я висел на волоске. Так, там, короче, какое-то, видимо, взрывное устройство нужно найти, да? Чтобы дверь ту разблокировать. А еще я нашел пароль 28. От чего-то, видимо. Какая-то еще одна дверь будет заперта. Блин, зачем мне пистолет? Зачем мне гребанный пистолет? Кто-то мне может объяснить. Так. Здесь у нас заперто. Тут вот очень есть полезного? Вряд ли, да? Так, что у нас здесь? Все тонем, е-тонем. Офис какой-то? От него? 28? Так, подожди. О! Точно! Это он. Так, что здесь можно найти? Так. Уведомление, предупреждение. Взрывные устройства были размещены в отсеке для оружия на этой палубе, спрятанной с большим шкафом в этом пространстве. Ну, короче, в этой комнате. Так, внимание, эти устройства все еще активны и могут быть активированы по желанию. А, за шкафом. А где шкаф? Какой шкаф? Нужно какой-то шкаф найти, да? За шкафом, за шкафом, за шкафом. А-а-а! О! Здесь можно пересидеть, если что. О! Шкаф какой-то? Ага, вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу. Так. Это, видимо, и то взрывное устройство, да? Ох, твою мать, ладно. Так, я под кроватью. Вроде бы. Сейчас отсидимся, потом пойдем взрывать двери и проходить. Довольно муторный, на самом деле, момент. Ну, что поделать? Жизнь таковая, что приходится иногда страдать, пугаться и класть кирпичи. Но все же я хочу пройти это место и избавиться от этих призраков войны. О, я-я-я-я бы под кроватью довольно удачно забежал, так. Сюда поставить? Во, что делать? Из меч. Спички использовать? А если бы их не было бы? Вот, к примеру, да, представьте, что не было бы у меня спичек. Как бы я тогда взорвал? Бум! Вот это круто. Так. Лестница. О, это что, звездное небо такое? Почему? Это проблемы с текстурами, как обычно. Так, сейчас я просто проверю. Все здесь. Вдруг. Я найду что-нибудь еще сюжетное. О. Какая-то странная занавесочка. Опачки. Все-таки я что-то нашел, правда. Ничего полезного здесь нет. Похоже, знаете, на какой-то алтарь. Скамеечки импровизированная такая. Молебна. Так. Ладно, погнали на лестницу наверх. Все выше и выше и выше. Хватит с меня этого трупешника, который за мной бегает. Так. Едек. Я где? Тихо. Странно почему-то при перемещении почему-то звездное небо было показано. Это очень странно. Я не знаю, может разработчик просто... Ему была лень прорисовывать этот момент, ну, эту комнатку, где загрузка идет. Он тупо сделал прозрачные текстурки. Ладно. Че-то побегал, побегал я и понял, что, наверное, серию на этом можно закончить. Чтобы сильно не делать ее очень долго и длинной. Я, наверное, сниму еще третью серию. Так что ждите ее завтра. Большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Возможно, завтра мы узнаем еще больше в этом плане в сюжете. Еще больше узнаем о нашем герое и что же он натворил. Игрушка эта, по идее, недолгая, так что, возможно, завтрашняя серия станет последней. Всем желаю крепкого здоровья и позитива, друзья. Играйте только в хорошие игрушки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok